Когда с ними случается что-то неожиданное и особенно не очень положительное, все начинают думать о своей карме. Это причинно-следственная связь. Карма бывает не только плохой, карма не хорошая и плохая. То есть мы проживаем в этой жизни ту карму, которую мы сами заселили, сами своими руками построили и хорошую и плохую. Это часть вашей жизни. Это часть жизни всего живого, что есть на земле. Это последовательность каких-то событий, которые должны обязательно произойти. Лента времени прошлого накладывается на ленту времени настоящего и лента времени будущего. Они как будто три ленты вместе, три накладываются друг на друга и образуется такая как будто бы лента. И она, наверное, как спираль вот так вот. Карма всегда была есть тем, что она и есть. Вы, люди, очень часто воспринимаете это как наказание, а вам это надо воспринимать как урок. Это урок, который дан вам и который сформировался на протяжении всей вашей этой жизни и ваших прошлых жизней. То есть тут зависит, есть общественная карма, есть личная карма. Общественная карма определяет, в какой стране ты родишься. Лично это в какой семье ты родишься. Вот это как механизм, из-за которого человек и не может сбиться с этой кармической цепочки. Потому что эта энергия, она как воронка его к себе тянет. Кармические узлы нарабатываются на протяжении всех ваших прошлых жизней и всей вашей этой жизни. Кармические узлы это непройденные уроки. Когда вы повторяете одни и те же ошибки одну за другой и не учитесь на своих же ошибках и повторяете их опять. И тогда нарабатывается кармический узел, который, если бы вы прошли через эти ошибки, если бы вы осознали урок, вы бы прошли через него намного проще. Просто что-то делает, о чем-то думает. То есть вот какими-то поступками, мыслями и своей жизни он закладывает кармические узлы на следующие воплощения. То есть и позитив мы тоже отрабатываем. С этим тоже нужно уметь путать. То есть ты должен знать, как к позитиву относиться. Потому что если человек долго пребывал в негативе, он уже не знает, что такое позитив. Ему надо учиться. Это тоже карма. Ты должен этому научиться. Например, рождается ребенок больной. То есть в определенной семье. Просто так в одной определенной семье не рождается больной ребенок. Это кармические узлы. Семья берет, либо принимает, либо не принимает этого ребенка. Это кармические узлы. Отработка и для семьи, и для ребенка. Одна душа испытывает позитивный опыт, а другая негативный опыт. И вследствие этого опыта остается неразрешенная проблема. Есть много таких людей, когда ты видишь их впервые и не понимаешь, что с тобой происходит, почему ты его внутренне уже ненавидишь или уже любишь. Вот это и есть кармические отношения. Показывают, знаешь, как две души, которые плотно вот так сплетены, потому что им обоим в одну сторону надо. То есть им обоим нужно в один кармический узел взлететь. Все люди, кто в твоей жизни находится, они участники твоей программы. Они участники твоей программы. Ты их, можно сказать, притянул, да? Потому как ты выполняешь свои задачи. Все люди, не важно кто, все даже продавщица в магазине. Она с тобой в какой-то момент соприкасается, да? То есть все люди, кого ты встречаешь, они тебе нужны. Они все светятся по-разному. Есть люди, которые рождаются в этих странах, они приходят в эти страны для воплощения своих кармических узлов. Есть страны с обещенными кармическими, такая тяжелая энергия. Есть страны для более легкого проживания. Ну вот, кстати, там, где для более легкого проживания страны, вот они приходят в эту страну, потому что они там могут отработать эти свои кармические узлы. А та страна, где как санаторий, то там можно немножко расслабиться, но это тоже опасно. Так как все в этой жизни взаимодействует и взаимосвязано, то карма стран и народов так же существует, как карма людей. И работает она приблизительно так же, как работает карма людей. Просто когда человек, только один человек отвечает за свою жизнь и за свою карму, то здесь отвечает общность людей. Люди, наконец, должны понять, что они связаны друг с другом. Вы приходите сюда за уроками, и карма помогает вам познать эти уроки для того, чтобы перейти на более высокий уровень. Потому что ваша цель здесь – поднять свои души на более высокий уровень. Поэтому карма вам в этом помогает. Есть вот это выражение – неважно, где ты живешь, важно, как ты живешь. Основная причина заключается в том, чтобы люди друг друга приняли. Карме, чтобы пройти карму, вы должны быть готовы духовно. Должны быть готовы к своей жизни, к своими жизнями, которые вы прошли. И если вы готовы, то вы пройдете ее легко. А если вы не готовы, если вы себя духовно не развивали, то вы останетесь на второй год. И вы опять будете ее проходить. Тут нечего бояться. Улучшая себя, развиваясь духовно, вы тем самым улучшаете карму своего рода, своих потомков, которые уже будут нести в своих генах память и опыт, ваша память и опыт. То есть мы таким-то образом, попадая во все это, мы должны оценивать ситуацию, оценивать свою реакцию. Если что-то опять появляется в нашей жизни, то мы должны просто поменять, посмотреть со стороны на эту ситуацию, поменять отношения. Тогда мы выходим из этой спирали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин